Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я делал скринкаст в менеджере паролей LastPass. Естественно в комментариях его критиковали из-за этой, из-за той писали, что пользоваться надо KeyPass. Хорошо, сделаю про этот менеджер паролей. Сам я при этом все равно продолжаю пользоваться LastPass и не вижу в нем никаких недостатков. Но абсолютно не настаиваю на своем выборе, у меня просто так повелось. KeyPass – приложение с открытым исходным кодом, это конечно добавляет ему очков. Оно не так красиво и удобно, как LastPass, и это конечно забирает у него очков. В целом, учитывая, что базу паролей вы храните у себя на компьютере или на флешке, можете в общем спрятать ее где угодно, выглядит KeyPass более защищенным, чем LastPass. Защищенным от внешних угроз, но наоборот куда менее защищенным от внутренних, а именно от вашей неорганизованности и разгильдяйства. То есть базу эту вы можете очень легко потерять или уничтожить в один прекрасный момент. Но обо всем по порядку. Интерфейс предельно лаконичен. Начинается все с создания базы данных New Database. Сохраняем базу, пока в любом месте, сейчас покажу как переносить и так далее. Можно ее сразу как-то назвать, чтобы потом можно было понять какая база про что, если у вас их несколько. Это, кстати, удобная фича. И вот мастер паролей. Единственная защита, пусть и надежная, поэтому пароль должен быть предельно сложным, но запоминающимся. Не стоит говорить, что если вы забудете мастер пароль, то и со всеми остальными паролями можете попрощаться. Тут все оставляйте по умолчанию. Это также пропустить. Собственно все. Тут два примера по заполнению. Есть даже примечания, но мы пока разберемся с базами. Так, сейчас мы сохранили базу в документах. Мы можем ее отсюда забрать и положить абсолютно в любое место. Как я говорил, можно держать ее на флешке. А флешку в яйце, а яйцо в утке и так далее. Но мне кажется, логичнее держать ее на облаке. По крайней мере, так у вас меньше шансов ее потерять. Кроме того, таким образом вы будете иметь к ней доступ из любого места и с любого компьютера, где установлен кипас. Но для особо опасливых это, конечно, несколько увеличивает риски и тут надо выбирать удобство или максимальная безопасность. Можно еще сделать совсем сложную схему и, например, хранить базу в папке на облаке, защищенной какими-то дополнительными средствами шифрования. Например, использовать дополнительно криптомотор. Ссылку на скринкаст оставлю в описании. Но при таком раскладе всякий раз для доступа вам нужно будет запускать криптомотор, разблокировать папку и так далее. Словом, все на ваше усмотрение. Я не настолько опасливо отношусь к жизни, поэтому оставлю базу просто на облаке. Все. И теперь при попытке запустить кипас он, естественно, не находит базу, потому что она должна быть в документах. И мы ему говорим открыть и указываем, где находится наша база. Всякий раз при запуске программы вам нужно выводить мастер-пароль, и все. База подгрузилась. Собственно, таким образом вы можете гонять ее куда угодно. Можете копировать, раскладывать бэкапы по разным местам, можете создавать разные базы, если у вас несколько пользователей на одном компьютере. Словом, так работают с базами. Я так долго рассказывал про это, потому что больше рассказывать особо не о чем. Сама программа удивительно проста. Правая кнопка мыши – добавить запись. Либо вот здесь можно нажать то же самое. Название для вас, чтобы понимать, какой пароль к чему. Я советую добавлять URL ресурсы, удобней будет пользоваться. Название, логин с сайта и пароль. Я уже зарегистрирован, поэтому добавлю свой пароль, но в принципе тут есть генератор. Причем есть настройки генератора, можно добавить параметров. Усложнить это дело. Ну а я все-таки вставлю свой. И вот запись добавилась. Это можно удалить. Выделяем. Делит. И вот. Если нажать сюда, вы скопируете URL. Я говорил, что лучше писать для удобства. А если сюда, то сразу перейдете на сайт. Тут у нас просят логин. Это вот эта кнопка. Скопировать логин. И, кстати, логин в буфере обмина держится 12 секунд. В целях безопасности надо успеть вставить. И копируем пароль. У нас тоже 12 секунд. Вставляем пароль. Заходим. Все. Еще тут есть поиск и папки. Но это для вас, чтобы сортировать записи и не сваливать все в одну кучу. Можно создавать здесь новые папки. Но проще, наверное, переименовать существующие. Поскольку больше шести уж точно заводить ни к чему. У меня их, по-моему, три в LastPass. Но если есть такая необходимость, тут можно создать еще. И можно даже создавать под папки. Словом, не буду выяснять, что лучше. Тот менеджер паролей или этот. Пользуйтесь любым. Главное, пользуйтесь. Все любите друг друга. Храните пароли в безопасности. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. И пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.